Сегодня, по прошествии 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, самый страшный, разрушительный, унёсший десятки миллионов человеческих жизней, невольно встаёт вопрос, как люди всё это выдержали, как справились, не только победили сильнейшего врага, но и смогли справиться с горем, с потерей близких, друзей, дома, справиться и жить дальше. Это наши с вами близкие родственники. Мы все живём сегодня благодаря им. Когда это понимаешь, хочется узнавать всё больше и больше о том, как они смогли, в чём истоки их веры в победу, душевной силы, бесстрашие, стойкости, которыми наши солдаты удивляли даже врагов. Давайте поищем ответы на эти вопросы, читая книги с нашими детьми. В лётном экипаже музик появился неожиданно. Произошло это в самом конце 1943 года. Фолк штурмовиков Л-2 отправлялся на фронт. Эшелон шёл через маленький уральский городок, где жила девочка Маша со своей мамой. И лейтенанту Бочарникову, Машиному отцу, чудом удалось заскочить домой на полтора часа. Вместе с отцом пришёл другой лётчик, высокий, очень весёлый молодой человек, старший сержант. Леонид представил его Машин отец. Стрелок мой, радист. Почти в полном молчании они все вместе пили чай. И это были, наверное, лучшие полтора часа за всю войну. А когда отец с дядей Лёней стали собираться, и мама, чтобы не расплакаться, потеплее укуталась в платок, Маша убежала на кухню, где под столом была устроена комната для её игрушек. Вернулась она вместе с музиком. — Папа, — сказала девочка, — возьми с собой на фронт моего друга, пожалуйста. У музика, старенького плюшевого медведя, были белые глаза-пуговицы и слишком длинные уши. Но во всём остальном он был хоть куда. — А ты сама как без него будешь? — Разве до кукол теперь, папа? — серьёзно ответила Маша. — Война идёт. Я бы и сама с тобой полетела. Но девчонок не берут. А музик-мальчишка, ему можно. Да и нам с мамой спокойнее будет. Место плюшевому медведю оборудовали удобное и надёжное. Сидел он за левым плечом стрелка-радиста под прозрачным фонарём из бронестекла. И теперь каждый раз, когда наши лётчики поднимались в небо, они брали с собой музыка. А однажды случилось вот что. Фашистские истребители свалились из густых облаков неожиданно. И хотя яки из боевого охранения сразу же приняли бой, удар был силён и страшен. Один из наших штурмовиков задымил и начал терять высоту. Остальные бросились в рассыпную. И было это вовсе не проявление трусости. Когда в бой ведут истребители, лишние мишени в небе не нужны. Немцев было больше, и несколько самолётов кинулись в догонку за илами. Штурмовик, попавший под огонь во время внезапной атаки, почему-то не стал набирать высоту и даже не увеличил скорость. Он шёл, словно ничего не произошло. И фашистский пилот-ас сразу обратил на это внимание. Он легко догнал странную машину. Ил шёл ровно. Никаких особенных повреждений заметно не было. И фашист понял, что, скорее всего, пуля из отдела пилота. Обогнать штурмовик и зайти в лоб он не решился. Русский лётчик всё-таки держал машину на курсе. А испытывать на себе пушки и пулемёты чёрной смерти асу совсем не хотелось. Лейтенант Бочарников заметил увязавшийся за ним миссер Шмидт. Но он был ранен в шею, и левая рука почти не слушалась. Ещё пилот не знал самого страшного. Та же пулемётная очередь поразила и стрелка-радиста. Задний пулемёт тыла торчал в сторону и вверх совсем не грозно. И не двинулся, даже когда немецкий истребитель подобрался близко. Так близко, что фашист мог бы рассмотреть лицо радиста. Но лица под фонарём не было. Ас видел только неподвижный чёрный затылок, ткнувшегося головой вперёд человека. Он не спешил стрелять, немецкий ас, понимая, что добыча не уйдёт. Хотел растянуть удовольствие. Или ему было приятно осознавать, что в эти минуты смертельный страх стискивает со всех сторон русского лётчика, как сердце его наполняется свинцом бессилия. Ас вышел на удобную позицию. Промахнуться с такого расстояния было невозможно. О чём он думал в тот момент, когда собирался стрелять в беззащитную машину? И думал ли о чём-нибудь, теперь уже никто не узнает. Безжизненный до того ствол пулемёта шевельнулся. И фашист вдруг увидел над прицельной планкой мохнатую длинноухую морду с огромными белыми глазами-пуговицами. Мощный крупнокалиберный пулемёт выплюнул короткую очередь прямо в лицо фашисту. От неожиданности ас нажал на гашетку, но было поздно. Заваливаясь на правое крыло, немецкий истребитель задымил, и камнем пошёл вниз. Лишь несколько пуль прошило фонарь ила. Одна пуля попала музику в живот, разметала в стороны старые серые опилки. А потом в уральский городок пришло письмо из госпиталя. Был очень жестокий бой. В том бою были ранены лейтенант Вочарников, дядя Лёня и музик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok